Приветствую вас, Алена. Давайте разберем ваш вопрос. Конечно, ситуация несколько осложняется тем, что вы обращались к эзотерикам, потому что это немножко другая область, сработает немножко другой взгляд на человеческие отношения и, в общем-то, разные принципы, разные подходы работы здесь имеют место быстро, поэтому я думаю, что вам стоит определиться. Например, вы хотите помощи психологов или вы хотите помощи эзотерикам, потому что работа это происходит по-разному, работа это происходит по разным моментам, вот, и нужно определить, да, чего вы хотите. Вот. А дальше? Дальше. Значит, что важно сказать? Значит, ну, понятно, что забывать вас никто не пройдет, да, ничего. То есть, ну, понятно, что если вы, там, грубо говоря, не хотите забывать, то забывать не нужно. Вот. Но, поскольку контакта сейчас нет, да, у вас стоит человек, то надо посмотреть, собственно, что, чего вы хотите от психологов вообще. Вот. Чем хотите разобраться? Можно сделать анализ в ваших отношениях, можно гармонизировать их? Можно... там. Посмотреть... Значит... на... вашу собственную... то есть... смотреть на... вашу собственную удовлетворенность, типа, по моим ощущениям, смотря на... то, что вы работали, вот, а вы... как-то все равно... на мой взгляд, ориентированы на... на... ну, на людей, да, но... первый мужчина сперва, потом на второго, при том, что отношения строятся у вас нелегко, то есть, есть... значит... есть определенные проблемы. и... мне кажется, что... все это, ну, на... в принципе, разобрать. А вам уже... глядишь и... поймете, как вам действовать, как вам поступать, и... что вообще делать. почему мужчина начал всплываться? Потому что неудовлетворены вы... неудовлетворены вы... своими отношениями... с мужем. и... чем больше вы неудовлетворены отношениями с мужем, тем больше... эээ... будете вы... обращаться к... тому... или... к тем... кто к вам... ну... более-менее... хорошо... относился... то это имеется в виду... вот... тот... тот мужчина... хорошо... вам относился... вот... то есть, тут именно вот, что неудовлетворено. Но... обратите внимание, вот на какой... момент... вы говорите... что... ааа... значит... тот мужчина... очень хорошо ко мне относился... а отмойде любви... никогда я не чувствовал... то есть вы здесь... нуждаетесь в любви... алло... такое ощущение... что вы начаетесь в любви... вот это... и... момент... в том... что эта проблема... может идти с детства... и вы... эээ... не осознанно... выбираете себе... в партнера определенных людей... которые... которые должны... вам... возместить... ту нехватку любви... которая у вас есть... они этого не делают... потому что вы... опять же... выбираете тех людей... которые не могут... в принципе... это сделать... удовлетворить... вашу... потребность... своей любви... и... соответственно... в итоге... все это... просто... просто... заканчивается... тупиком... к сожалению... вот... поэтому... здесь... на мой взгляд... очень важно... работать... в... ну... вот... в направлении решения... ваших... собственных конфликтов... а не уходить в сторону... некой такой... мистификации... да... то есть... как вы вот... пришли к нам... чтобы обратиться к эзотерикам... то есть... какая именно мысль... тоже очень важный момент... я... честно... ничего против эзотерика... не имею... обращайтесь с ним... обращайтесь с ним... здоровье... я просто... как психолог... меня интересуют... все мысли... что вы обратились к ним... и опять же... вы говорите... просто... общаться хочется... но... при этом вы говорите... что нуждаетесь в любви... то есть... здесь... портворить... такое ощущение... что... избегание... ваших собственных... некопереживаний... вот... так что смотрите... можно наладить... вашу собственную... эээ... психологическую реальность... привести её в гармонию... можно гармонизировать отношения... и можно и то и то сделать... ну вот... так что выбирайте... выбирайте... а... проблемы решаются... я... я... желаю вам всего самого доброго... удачи... надеюсь... что ваша ситуация... будет... разрешена... удачи... удачи...